Всем привет! Сегодня 11 августа. Первое цветение рост прошло, назревает второе. Пик цветения, думаю чуть попозже. Все многие спрашивали, почему нет видео за июнь, потому что были глобальные переделки, появились перголы, появились подпорные стенки, чего раньше не было, мангал. Подпорные стенки были пересажены, все пьющиеся розы, они теперь более-менее отошли и стали зелеными. В любом случае состояние текущее конечно желает лучшего, но это все перейдет на осень. Будет пересадки, переформирование полностью сада, появилась теплица. Розы конечно шикарные, но весь июнь они были сами по себе запущены, то бишь не было обрезок, не было подкормок, не было обработок от болезней. Но все это впереди, на следующий год уверен, будет все по-другому и все симпатичнее и красивее. Эта часть тоже была засажена розами, теперь эта часть смотрится по-другому. Моя любимая гортензия двухцветная. Такой цвет и такой уже начала отцветать. Кстати, если обратили внимание, в левом дальнем углу тоже появились перголы, но перголы не просто появились, там появилась тоже подпорная стенка, но вот здесь перголы отсутствуют. Не потому что их здесь по плану нет, а потому что их еще не успели сделать. Не знаю как это называется, вот эта вот красота, она просто нереально красиво смотрится. Пересадок очень много было, соответственно, некоторые части только приживаются. Но для того, чтобы вот этот вот забор не смотреть, появились здесь такие вот пышно растущие растения, как ирга, это двухлопаст, трехлопастной миндаль, он вот так нарос, будет стрижка ему. Появилась здесь калина, клены, калина, это вот чтобы дальних софирин не напрягать своим присутствием, ну и в принципе самому не напрягаться. Вот, вернусь к розам. А сейчас второй фиг цветения начинается. Запах, конечно, невообразимый. Климатис наконец-таки вот здесь пошел, поскольку он до сих пор не знал, что будет здесь жить. Теперь он живет. Вот эта арка будет двигаться в соответствии с перголами. Все розы, которые вы сейчас видите осенью, будут выкопаны и пересажены в горшки. А весной, после того, как будет полностью сделана разметка, все розы сядут на свои места и будет немножко другой симпатичный вид. Что здесь? Вот угол как раз, который непосредственно был поднят. Сори за мусор, но это стройка. Сюда мы посадили шелковицу, вот эта высокая, это шелковица. Уже часть роз начала уходить в горшки. Это сирени, которые на прикопе. Ну и кто просил про винограды, судьбу? Судьбу виноградов решено пока оставить на воле судьбы. То есть они здесь посажены, растут и будут продлены вдоль всей перголы. Часть винограда стоит в прикопе. Что это висит, как вы думаете? Аллилуйя! Это ежевика бесколючая. Крупная, сладкая и много. Со всех ракурсов пройду. Это клематисы, которые ранее сидели в красивых перголах. Перголы двинулись почти на метр. Соответственно, клематисы пока здесь живут. Представляете, какая работа предстоит на осень? Вот эту всю красоту придется вырыть, обрезать и посадить в горшки. В этом году посажен триплод. Это не трипло, а триплод. Растение генетически сформированное из трех разных культур. Посмотрим, какие будут плоды. Это прикоп, понятное дело. Любимые клёны. Так и будут расти. Сюда ушла из плодовых одна черешня. Ей здесь шикарно. Чувствую себя замечательно. Несмотря на то, что достаточно крупные уже ее пересадили. Здесь у меня декоративные яблони. Буду выключить. Декоративные яблони, малинник и ежевичник. Малинник в следующем году будет тоже разобран. В соответствии посажу их на красивые, симпатичные шпалеры. Сейчас пока вот в таком состоянии. Из-за отсутствия сил и времени объять все. Не могу держаться. Вкусняшка. Эта часть. Следующий год, наверное, или через год уже будет для огородных дел оформлены. Здесь будут такие свеклы, морковки, чесноки. Еже с ними. Для тех, кто интересовался именно розарием. Розарий пока полностью не готов. Но находиться в нем очень приятно, комфортно и, самое главное, ароматно. Сегодня вечером будут некоторые обрезки совершены над розами. Конечно, нереальные красоты, запахи. Я иду, а розы-то выше меня уже некоторые. Особенно вот эта. Поэтому я совершенно спокойно могу вам ее показать сверху. Не пропустите следующую серию, когда все будет происходить. Все на YouTube канале. Спасибо за просмотр!